Глава Минфина США, призвала продолжить существенную помощь Запада Украине. Министр финансов США Джанет Йеллен, призвала к продолжению существенной помощи Украине, которая борется с вторжением России, и похвалила украинские власти, за их внимание к надлежащему управлению и борьбе с коррупцией. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на Reuters. Йеллен выступила в начале министерской встречи по Украине, во время весенних заседаний Международного валютного фонда, где также выступили президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль. «Поддержка Украины – это коллективное усилие. Мы приветствуем усилия наших союзников и партнеров, по оказанию существенной, предсказуемой и своевременной помощи, и призываем всех нас продолжать это делать», сказала Йеллен. Высокопоставленный чиновник Министерства финансов в понедельник заявил, что за последний год Соединенные Штаты предоставили Украине около 50 миллиардов долларов помощи, в том числе более 23 миллиардов долларов, в виде бюджетной поддержки, для поддержания работы государственных служб. Йеллен сказала, что правительство Украины справляется во время ужасной войны России, при этом экономическая активность восстанавливается, и предоставляются критически важные услуги. «Ваша приверженность обеспечению того, чтобы международная помощь использовалась ответственно, имеет важное значение», сказала она. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что Украина проделала замечательную работу по восстановлению, разрушенных Россией энергетических объектов, сохранив при этом работу страны, и помогая предприятиям работать. «Страна работает замечательно даже в самых разрушительных обстоятельствах», сказала она. «И именно поэтому он пользуется доверием своего народа, и международного сообщества». Шмыгаль и Зеленский поблагодарили страны-доноры за поддержку, и первоначальные инвестиции в проекты реконструкции. «Эта помощь беспрецедентна, и мы очень ценим ее. Но потери и расходы Украины также беспрецедентны», сказал Шмыгаль на встрече, сославшись на недавний отчет, согласно которому восстановление экономики Укр. Цифра, рассчитанная Всемирным банком, Организацией Объединенных Наций, Европейской комиссией и Украиной, резко выросла по сравнению с оценкой в 349 миллиардов долларов, опубликованной в сентябре прошлого года. Шмыгаль заявил, что до конца 2023 года Украине необходимо привлечь 14 миллиардов долларов донорской помощи. Елен сказала, что Соединенные Штаты планируют предоставить дополнительную помощь до сентября, все в виде грантов, и поддержать усилия Украины по обеспечению энергетической безопасности, и скорейшего восстановления, но не сообщила подробностей. Президент Всемирного банка Дэвид Малпас, председательствовавший на встрече, во вторник подчеркнул необходимость того, чтобы страны Западной Европы, присоединились к глобальным институтам в восстановлении Украины, учитывая устрашающий размер связанных с этим потребностей. Елен сказала, что недавняя программа кредитования, на сумму 15,6 миллиарда долларов, согласованная с МВФ, закрепит международную поддержку в надежной макроэкономической структуре, и станет катализатором дальнейших реформ, необходимых для восстановления Украины. Международный валютный фонд 31 марта, одобрил кредитную программу с Украиной, на 15,6 миллиарда долларов. Она рассчитана на 4 года, срочные и важные сообщения о войне России против Украины, читайте на канале РБК Украина в Телеграм.